Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о недавних сливах GTA 6. Сразу предупреждаю, что в этом ролике не будет ни одного слитого фрагментика, поскольку за это очень сильно карают. И поскольку внесли такое предупреждение, значит вероятнее всего все сливы реальные. Хотя ладно, они по факту реальные. Просто дело в том, что все то, что утекло все сейчас на ютубе, очень активно блокируется. Конечно, по секретику я вам подскажу, где вы можете сами посмотреть все живые фрагментики за разработкой GTA 6 и ссылочка будет в комментариях. Короче, подписывайся на нашу телегу. И да, перед началом видеоролика, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и если вдруг вы ищете игры и подписки для Иксбокса, где же купить, то советую их приобретать у проверенных ребят из Иксгеймс. Ссылочку оставлю в описании. Начну с того, что в воскресенье утром, то есть сегодня, в сети начали утекать множество роликов с GTA 6. Сначала многие этому не поверили, мол это какой-то фейк, выглядит это не очень, кто-то писал что-то нарезка из разных игр. Но лично я сразу в это поверил, поскольку дежок был от GTA и то, что показали, эта информация немножко сходилась с той информацией инсайдеров, которые говорили, что в новой игре там будет два новых персонажа, девушка и мужчина, которые будут как раз таки являться там брат-сестрой вроде как. Если что, детальный взгляд на этих персонажей вы можете увидеть в нашем телеграм-аккаунте. Из роликов можно понять, что она мало чем визуально отличалась от GTA 5, но это и понятно, ибо это ранний этап разработки, скорее всего альфа, и она очень старая, вероятнее всего ей года три. Подтвержден еще раз игровой персонаж девушка, она больше похожа на латинку, скорее всего ее зовут Люсия, а мужского персонажа скорее всего зовут Джейсон. В игре можно будет грабить рестораны и кафе, как минимум. Также подтвердил, что одним из мест действий будет Vice City. Да, ну за это точно лайк прожмите. Вернется клуб Малибу, оружие кстати можно будет подбирать прям с пола и вероятнее всего можно будет с собой брать лишь несколько оружий, как в реальной жизни. В игре будет приложение для обмена сообщениями, ну некая пародия на ватсап, салон машины скорее всего можно будет кастомизировать более детально, можно будет подбирать тела, как в RDR2, и чтобы переносить больше вещей вам придется с собой брать сумку. На мой взгляд это очень прикольно, поскольку это прибавляет реализма. Вообще была показана тестовая версия игры для PS4, но вероятнее всего она туда не выйдет, ибо все-таки тенденция рынка, новые поколения и все дела. В игре будут постоянные ивенты и мировые ивенты, и вероятно случайно как это было в RDR2. На самом деле скорее всего GTA 6 очень многое как раз таки возьмет именно с RDR2, потому что она просто покорила сердца игроков. И на мой взгляд она реально очень реалистичная. Но больше всего из-за виденой меня удивило и понравилось, что мир GTA стал еще более живой и разумный. В одном из роликов была сцена, где показывали реакцию главного героя на стрельбу, он махал руками над головой, нервно двигался, спотыкался, и я более чем уверен, что это не катсцена, и выглядело это довольно-таки реалистично. Очень понравилось то, что мир реагирует на ваши действия, то есть когда кто-то там зашел в магазин и начали его типа грабить, NPC ведет себя по-разному. Кто-то плачет, кто-то стоит на коленях, кто-то просто замер в ожидании того, что произойдет. И я более чем уверен, что таких реакций будет намного больше, ибо это все-таки Rockstar. Хочу отметить, что когда я следил за комментариями, многие начали срать показанный гейплей, мол, ясно, GTA будет говном. Ибо графоном она не прям эволюционировала, но призываю вас вообще не обращать внимания на такие моменты, поскольку все, что слили, это работа трехгодовой давности. И то, как она выглядела на тот момент превосходит многие игры на сегодняшний день. Стрельба, на мой взгляд, из-за больших анимаций оружия стала более реалистичной, но тут я не прям про выстрелы, а про держание оружия в руках. По мере переноса веса с ноги на ногу, становится понятно, что у персонажа в руках что-то тяжелое, и он как-то по-другому начинает таскать оружие. Что касаемо рукопашки, тот фрагмент, который я видел, врубательный удар остался практически таким же, как и в пятой части. Но было бы прикольно, если бы они сделали какую-то механику боя, как типа Трукрайма. А вот автомобили, если не ошибаюсь, должны обзавестись более лучшей физикой повреждения. Очень надеюсь, что будет что-то наподобие четвертой части, когда на большой скорости ты мог вылететь в окно. Стоит отметить, что то, что мы видели, может быть тысячу раз изменится и переработаться, поскольку, опять же, скорее всего, это работа трехлетней давности. Но исходя из этого, можно сказать, что амбиции у этой игры очень и очень большие. Если вспомнить, какой был RDR 2, можете смело рассчитывать на то, что GTA 6 будет еще круче в плане реалистичности. Кстати, RDR, якобы отмененное переиздание первой части, тоже немного посливали. Выйдет оно или нет, конечно, не знаю, но посмотрим в будущем. Чтобы вы понимали, все эти сливы, они реальны, поскольку сейчас в сети идет жесткая чистка всей утекшей информации. Конечно, сами знаете, что вряд ли от нее избавиться, но в любом случае, у сотрудников It Takes Two понедельник будет очень тяжелым. Понятное дело, кому-то дадут по жобе за все это, но я искренне рад, что игроки хотя бы каплю увидели GTA 6. И очень рад, что Rockstar не сидит на месте и пытается сделать GTA еще лучше, чем она была. В общем, надеемся на скорый показ GTA 6. Обязательно пишите свое мнение в комментариях о том, как вам все эти вот сливы. Понравилось вам оно или нет, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok